Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Портрет молодого человека Витория Гисландии. До 1720 года холст масла 112 на 8. Витория Гисландии родился в семье художников Бергамо на севере Италии. Учился в Венеции, где начал портретировать местную аристократию, а затем в Милане. В Венеции он стал монахом в монастыре Святого Франциско, а приехав на родину в 1702 году поступил в монастырь в Гаргалию. Отсюда еще одно имя, с которым творец вошел в историю искусства – Фра, то есть брат Гаргалио. Другое название данной работы – портрет мальчика в шляпе с плюмажем. Шикополо-черная шляпа ореолом окружает голову мальчика. Его взгляд искрится, как и жемчужные серьга в ухе. Все в этом портрете аллегории, построено на изобразительной рифме. Золотистый кант шляпы вторит к канту внушительной манжеты. Золотой цепи в руках героя. Сергей находит отзыв в трех пуговичках воротничка. Свет рефлексируется на карнации – бутыли, которую поддерживает изящная ручка. Стене, написанной в той же колористической гамме, что и упомянутая емкость. Портрет известен также под названием «Веселье и счастье» «Альтея Алигрезе», которая фигурирует вместе с его описанием в поэме «Аббата Джованни Батисты Анджели». До этого художник, к тому времени уже стал монахом, создал несколько причудливых изображений персонажей в восточных одеяниях, либо с необычной атрибутикой, названных каприччо. Видимо, именно к данной серии и относятся представленные картины. Ну, вот такое описание я нашел в интернете. «Портрет молодого человека» Петтории Гисландии или Фра Гаргалиев. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok